Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вспоминал позднее Антон Иванович Деникин, это была не помощь, а оккупация. Даже при беговом знакомстве с историческими документами поражает то хищническое рвение, с которым западные державы бросились разорять территорию бывшей Российской империи. Вывозилось буквально все. Полезные ископаемые, древесина, имущество портов, пароходств, промышленных предприятий и многое-многое другое. На юге России, к примеру, полностью пропало зерно. Страны Антанты расчетливо прикинули, что честно закупать хлеб в Европе будет дороже. Западные правительства сделали все возможное, чтобы гражданская война, открывшая перед интервентами широкий простор для грабежа, длилась как можно дольше. На ум приходят невольные параллели с нынешней ситуацией на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Страна, погрешшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж. Последним штрихом в этой неприглядной картине стало недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, прямо предложившего отправить на Украину военный контингент. Как здесь не вспомнить проникнутые болью строки из воспоминаний нашего выдающегося соотечественника Константина Георгиевича Паустовского, свидетеля предыдущего французского военного присутствия в Европе. Процитирую. Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера, Гюбо и Стендаля, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителями. Надутым, как петух, генералом Донсельном. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость. Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, Сижурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов, почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний. Горькую память о себе оставили и британские интервенты на русском севере. Еще весной 1918 года под надуманным предлогом защиты от германской опасности в Мурнанский порт вошел английский крейсер «Глория». Предвестник будущего полномасштабного вторжения. Помимо привычного для прочих интервентов грабежа, британцы развернули на подконтрольной им территории настоящий колониальный террор. В восточной части Кольского полуострова появилась тюрьма, а на острове Мудьюк, близ Архангельска, целый концентрационный лагерь. События, происходящие там, сегодня вспоминаются незаслуженно мало. А ведь в свое время оккупанты расстреляли на Мудьюге более ста человек, морили за стенках тысячи заключенных. Отраны, что благодаря участию местных общественных организаций на острове уже начались работы по воссозданию ранее утраченного Мудьюкского мемориала, скромного памятника жертвам иностранных интервентов. Следующим шагом в деле сохранения памяти о событиях иностранной интервенции видится комплексное обновление Волгоградского мемориального исторического музея. В перспективе первого в нашей стране музея полностью посвященного истории гражданской войны. Полагаю, что директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Владимирович Дементьев расскажет об этом проекте подробнее. Начиная сегодня большой разговор об иностранной военной интервенции, считаю правильным постараться извлечь из него востребованные исторические уроки. Особенно актуальны в те дни, когда вся страна, голосуя на выборах президента России, тем самым определяет свое будущее. Важнейшим из этих уроков, на мой взгляд, состоит в том, что успешное развитие России может быть обеспечено лишь при условии надежной защиты ее суверенитета. И никакие политические лозунги не способны оправдать попыток опереться на поддержку со стороны внешних сил, роль которых, как показывает исторический опыт, неизбежно оказывается деструксивной или даже разрушительной по отношению к государству и к обществу. Давайте начнем нашу дискуссию. Передаю микрофон Александру Аганчу Чубарьяну. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, тема, которая сегодня вынесена на наш круглый стол, как уже сказал Сергей Евгеньевич, чрезвычайно актуальна. И в свете сегодняшних событий нам представляется важным подумать и посмотреть на события, которые происходили в начале XX века после революции. Надо сказать, что наши зарубежные коллеги в исторической науке многих стран этот сюжет почти не описывается. Очень мало внимания к нему, что, конечно, достаточно ясно демонстрирует политическую составляющую этого явления. Надо сказать, что отношение к России после октября 1917 года на Западе претерпело целый ряд разных этапов. Первое, это такое, что некая растерянность и отсутствие подобной информации, которая была, сменилась потом уже целая серия встреч, которые происходили главным образом между Англией и Францией, нашими союзниками по антансе, которые собирались и обсуждали порядок действий. В результате было принято, как известно, решение не признавать то, что произошло, смену власти в России, приход большевистского правительства. И после некоторых, я бы сказал, погибаний было принято решение все-таки вмешаться в эти события. В этой связи, мне кажется, сегодня имеет смысл отметить некоторые моменты. Первое, интервенция и англо-французские войска на севере и на юге были абсолютно нелегитимны. Они не были абсолютно даже объяснены какими-то юридическими последствиями этого шага. Второе, это был первый случай за долгое время, когда происходило вмешательство практически во внутренние дела страны. То есть это, хотя было сказано насчет Германии, но это все было ясно, что это прикрытие. Было принято решение поддержать, прямо было сказано, антибольшевистские силы. То есть, отвлекаясь с того, какие силы больше кому-то нравились, это был внутренний российский конфликт. Это была внутренняя гражданская война. И вмешательство в нее других сил, это вот и было то, что мы называем сегодня интервенцией, которая демонстрировала совершенно новый подход. Он как бы закладывал традицию на 20-е столетие. Мы знаем, что происходило и после Второй войны поддержка так называемых оппозиционных сил, скажем, России, составляла важнейшие элементы американской стратегии и стратегии их союзников. И вот начальные фазы этого процесса, это события начали 18-го года, когда было принято это решение вмешаться в ход событий в России. Они поддержали силы, которые были и на севере, и на юге. Причем, надо сказать, что тут тоже было разделение полномочий. Англичане всегда больше интересовались геополитически северной частью нашей России, а французы больше интересовали южные районы. Значит, было принято такое решение. Третий момент, о чем я хотел сказать, связан с участием дипломатии в этом деле. Решение принималось на уровне руководителей этих стран. На встрече была, как известно, в Париже на эту тему. Но в это были очень активно вовлечены дипломаты. Все наиболее крупные заседания происходили в Петербурге. в помещении британского посла Петербурга. Немножко аппаратурно. Английский посол Бьюкинин практически взял на себя функции координатора. Смотрите, сделаем паузу, я предоставлю слово Ольге Юрьевне, а вы потом продолжите. Давайте так. Александр Николаевич, я пока Ольге Юрьевне передаю микрофон. Вам предоставлю слово через 5-7 минут. Спасибо большое, уважаемый Сергей Никитич, уважаемые коллеги. Тема, которую здесь мы сегодня обсуждаем, тема нашего круглого стола, она настолько важна. Конечно, сидящим здесь историкам, коллегам не надо об этом говорить. Но это нужно говорить нашим гражданам, прежде всего нашим детям. Детям и подросткам, молодежи. Я сейчас скажу, почему я начала с таких слов. Понятно, что мы много будем говорить сегодня о том, значение этого события, прежде всего для сегодняшнего дня. И Сергей Евгеньевич с этого начал. И Александр Наганович начал говорить, привел те самые три основных положения. И этот урок истории никогда нельзя забывать. Мы очень много сделали, я говорю про образование российское, я сейчас представляю себя не как историка, хотя я историк, так как академия образования. Мы очень много сделали для того, чтобы, в полном смысле слова, бороться с той ложью, то есть реализация истории, особенно 20 века, которая происходила в последние годы. Мы очень много сделали для восстановления фактов памяти, исторической памяти, связанной с историей Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Вы сделали очень много, и результаты налицо. Я хочу сделать ровно полтора минуты позвольте Сергеевича отступление, говоря о том, что какое значение сейчас образование имеет историческое для жизни наших детей. Вот Сергей Евгеньевич отвечал, и Варенье Николаевичу в своем докладе, что очень много сделано и фондом, и обществом для общего образования, благодаря и коллегам нашим изминпроцесса. Огромная задача решается высшим образованием. Вы знаете, коллеги, может быть не все, что Институт Российской Истории написал, и она была одобрена концепцией преподавания истории вне профильных вузов. Коллеги сделали очень хорошую программу. И Министерство высшего образования и науки приняло решение уже в прошлом году начать курсы повышения квалификации педагогов для непрофильных вузов, для того, чтобы наши студенты действительно начали заниматься тем, о чем мы мечтали, о чем мы говорили, и изучили свои отечественные истории. Но проблема остается. И вот эта важнейшая тема, которая сегодня актуальна как никогда, она нуждается в особом освещении прежде всего для наших школьников. Я приведу аналитические материалы ФИПИ. Этот институт, который занимается подготовкой единственного государственного экзамена и оценкой того, что происходит на экзамене. Вот материалы и оценки 22-го года. 18% выпускников допустили ошибку при определении года Брусиловского прорыва. Причем 15% из 18-ти искренне считали, что это событие соотносится с 1942-м годом. Понятно, что никаких глубоких знаний к речи здесь не идет. И самое важное, это были те дети, которые выбрали историю. Это было 15% как основной предмет, с которым я свяжусь в свою жизнь, и которые они придут дальше в ВУЗ. На сегодняшний день кажется, что это страшная цифра. Вот вы сейчас закрыли глаза и киваются. Нет. Раньше было значительно хуже. И вот тот момент, в котором мы живем, то усилие исторического просвещения, оно дает свои большие результаты. И мы не устали, не устаем говорить и будем говорить о том, что история и литература – это ключевые, базовые предметы для нашего воспитания, прежде всего, наших детей. И понятно, что когда мы сегодня обсуждаем причины иностранной интервенции, о которой начали говорить наши коллеги, нам необходимо, прежде всего, делать акценты на созвучии сегодняшнего дня. Потому что этого, конечно, наши дети, которые не знают истории, вряд ли могут сами осознать. И их надо этому учить, этим надо заниматься. Потому что сегодня, как никогда, как никогда, актуальны слова нашего знаменитого соотечественника Василия Ключевского. Если позволите, я их приведу. Мы живем во время обильно идеалами, но идеалами, борющимися друг с другом, непримененно враждебными. Это затрудняет лесообразный выбор. Знание своего прошлого облегчает такой выбор. Оно не только потребности мыслящего ума, но и существенные условия сознательной и очень корректной деятельности. Вырабатывающийся из него историческое сознание дает обществу им обладающий тот глазомер положения, то чутье минуты, которое предохраняет его как от косности, так и от торопливости. Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы сознательно и добросовестно быть действующим гражданином. Это настолько актуально сейчас, именно в эти дни, и именно сейчас, когда мы с вами собрались на этот круглый стол, посвященный истории иностранной военной тенденции. Но от себя, если позволите, я скажу два слова, как историю. Я очень рада, что среди нас сидят молодые ученые. И вот я услышала, что коллега готовит к изданию книгу, она выйдет уже в мае, о проблеме церкви в годы Гражданской войны. Так как я занималась историей русской церкви в 20-м году, я опять пытаюсь заниматься, вернулся. Очень важно, что и эта проблема, и эта книга, опять же, даст ответы на все вопросы, потому что и в этом управлении, внутри нашей страны, в начале 18-го года и в последующем году, очень много мифов, которые существуют по сегодняшний день. Я надеюсь, Сергей Евгеньевич, уважаемый, что наши сегодняшние результаты нашего разговора, замечательных историков, которые маститых молодых, которые сидят здесь, и, может быть, их ознакомление, прежде всего, молодого нашего поколения, дадут определенные результаты. Потому что для меня, как никогда, важно, чтобы люди услышали, насколько страшны сейчас параллели. Вот именно сейчас тот момент, когда мы здесь с вами пребываем. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Вы сказали об очень важных вещах. Александр Аганович, вы готовы продолжить? Пожалуйста, мы вас внимательно снимаем. Мы помним то место, на котором вы остановились. Речь идет о заговорщиках Петербурга. Я сказал, что я читал, что он у меня Мара Юкина. Он английский посол Петрограда, Петербурга, был в центре всех этих переговоров, которые между союзниками происходили. И, следовательно, интервенция, это не было такое спонтанное какое-то мероприятие одного человека. Это была продуманная политическая линия, которая была принята в нашей бывшей, в нашей союзнике, по отданию. Следующий вопрос, который я хотел сказать, это позиция американцев. Формально президент Вильсон в ноябре 2017 года написал, что события в России, слабая информация, приводят меня в состояние постоянной нервозности. В Америке тоже шло обсуждение, какую взять линию в отношении нашей страны. Я хотел бы сказать об одной вещи, которая достаточно мало как-то освещается. В Москве, в России в это время находился Робинс, представитель американского Красного Креста. В Москве находился известный разведчик Локарт, который был послан Лоид Джорджем. Они находились в постоянном контакте с нашим руководством. Робинс встречался с Лениным много раз, а Локарт в основном встречался с Троцким. Они вели зондаши, вели переговоры, которые происходили. Но в свете того и темы, которую мы сегодня обсуждаем, совершенно ясно, что это было, ну как на сегодняшний день сказали, прикрытие такое. То есть ни о каком серьезном изменении позиции речь не шла. Любопытно, что Робинс, в разговоре с Лениным в феврале 17-18 года, обсуждал с ним возможность даже какой-то поддержки российского правительства со стороны Соединенных Штатов на определенных условиях. Ленин высказался за это. Он написал, что мы готовы взять картошку, где бы то ни было, если это будет полезно для нашей страны. Было подготовлено письмо, малоизвестное у нас, которое отправили в Соединенные Штаты. И когда в марте 18-го года был съезд Советов, который должен был утверждать Брестский мир, Ленин шел к трибуне и, проходя мимо Робинса, остановился и сказал, вы получили что-нибудь от американского правительства? Он сказал, к сожалению, нет. Ленин сказал, я так и думал, и сейчас мир будет утвержден. И в это время американцы планировали свой регион для иностранного вмешательства. Мы знаем, что это было на Дальнем Востоке. Следовательно, переговоры как прикрытие второстепенных лиц, а с другой стороны официальный курс, который был взят. Я хотел бы еще раз напомнить, с чего я начал. Для меня всегда было интересно, почему этот сюжет почти не освещается в зарубежной исторической литературе, но именно по этой причине. В общем, понимаете, это совершенно очевидное вмешательство внутренней дела другого государства. То, что сегодня на вооружении находится заокеанской политической элитой, тогда это еще не было, в общем, признанной такой практикой. И, в общем, в отношении России это было применено. Я думаю, что желательно рассмотреть, Сергей Венчатый вопрос, сегодня вернуться к нему из точки зрения общей геополитики. То есть, вообще отношения к России. В это время готовились переговоры уже по поводу завершения Первой мировой войны, которые происходили позднее в Версале, на которую российская революция тоже не была приглашена. Но были приглашены представители Временного правительства. Были приглашены, сказали бы мы сегодня, оппозиционные силы. То есть, опять руководители и вдохновители этого конференции и новой системы, которые это давали, они опять брали курс на вмешательство внутренней дела и поддержку тех элементов, тех сил, которые им были предпочтительны. Повторяю, это закладывалась такая порочная и очень опасная тенденция для всего XX и XXI века. Известно, что это все кончилось с провалом. И уже начиная с XXI года шел процесс нормализации отношений. Признание поражения, как и, может быть, параллельно с северным днём, давалось большим трудом и в Лондоне, и в Париже, да и в Вашингтоне тоже. Но здесь, мне кажется, очень важно сказать, говоря об интервенции, главный фактор, который помешал реализации этих планов. Это два фактора. Это успехи внутри страны, сил, которые поддерживали правительство, большевизники. И второе, они не получили поддержки в народе. Они не получили поддержку, скажем, на севере России и на юге. Всё-таки они рассматривались именно как интервенты и оккупанты. Поэтому, если мы говорим о связи с сегодняшним днём, то я думаю, что главные гарантии против подобных вещей – это наша внутренняя консолидация, это наши внутренние дела и наши успехи. Потому что именно поражение, то, что произошло, это другой вопрос. О, какая правда была. Но поражение определённых сил внутри России, тех, которых поддерживал Запад, они, в общем и целом, завершились тем, что Запад вынужден был признать, то, что он не хотел признавать в самом начале. Есть ещё один момент, когда мы говорим про всём этом периоде. И это ещё один объективный момент, который связан с ролью экономики и торговли. В общем и целом, всё-таки, события 18-22 года показали, что есть объективные вещи, которые заставляют наших партнёров, в частности на европейском континенте, идти следовать интересам, которые больше всего и затрагивают. Это проблемы экономики, проблемы торговли, проблемы взаимодействия. Ещё один вывод, который надо сделать, мне кажется, очень важный, когда мы говорим о провале, интервенции. Россия по определению великая держава. Она, это даже не требуется, мне кажется, больших доказательств. Это связано с нашей территорией, с нашими богатствами, с нашим духовным наследием совсем. Поэтому это такой объективный процесс. И сколько происходило в мире разных явлений в 19-20 веке, они всех, в общем, заканчивались неудачей, направленных против России. Поэтому я думаю, что когда мы сегодня говорим про события 18-го года, интервенции, которая была, то надо иметь это в виду. Подобные акции вообще, в принципе, иностранное вмешательство в российские дела никогда на всю нашу историю никаких дивидендов не внедавало и не приводило к никаким позитивным результатам. Я думаю, что это главный вывод, который мы должны из этого сделать. Конечно, это была старая история в давнишние времена. У нас изменилось соотношение и к Ленину, и к другим. Я считаю, что, в общем, то, что в свое время написали, было достаточно объективно. Но даже и в этих новых условиях, я думаю, что было бы интересно вернуться к тем сюжетам, посмотреть их, то, что здесь было сказано уже с позиций сегодняшнего дня. Спасибо. Да, извините, что немножко хреплю. Это у меня небольшая хрепота вчера обнаружилась. Так, все нормально. Но главное, спасибо за... По-настоящему блестящее выступление. Кроме Паустовского, западным лидерам, и не только лидерам, нужно и вас почаще слушать. Вы провели просто очень убедительные параллели между событиями 100-летней давности и событиями с сегодняшнего дня. Спасибо вам большое. Передаю микрофон Руслану Григорьевичу Гакуеву. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Еще раз обратить на актуальность изучения комплексного истории интервенции. В Советском Союзе традиционно этому вопросу уделялось превосстепенное внимание. Эта тема историографии была одной из самых изучаемых. Собственно, само словосочетание, которое использовалось для характеристики этого периода, говорит о многом. Гражданская война и иностранная военная интервенция, только в таком сочетании оно и использовалось. Был накоплен огромнейший фактический материал в советское время. До сих пор трудами советских историков пользуются и современные коллеги. Вместе с тем, при рассказе об интервенции 14 стран в Советскую Россию, ее масштабы нередко значительно все-таки преувеличивались, а силы русской контрреволюции, по сути, лишались какой-либо самостоятельной роли. Сегодня обратная тенденция. В исследованиях большинства российских историков иностранная военная интервенция, наоборот, находится на периферии внимания. Нет не только специального исследования, которое бы осмысливало интервенцию в масштабах всей страны. Если посмотреть описание хода гражданской войны во многих наших учебниках, по крайней мере, те, которые выходили до недавнего времени, в общей литературе, которая описывает историю России и гражданскую войну, то интервенции уделяется минимум времени как таковой. Думается, что сегодня нам не стоит не преувеличивать ее роль, но и преуменьшать тоже ни в коей мере нельзя. Конечно, гражданская война была прежде всего нашим внутренним конфликтом, но вмешательство иностранных государств значительно увеличило ее продолжительность и увеличило ожесточение двух противостоящих основных сторон. Огромную роль сыграли поставки для белых армий снаряжения, боеприпасов, вооружения, причем вооружения самого современного, речь идет об артиллерии, о танках, которые только недавно вообще появились, самолетах. В то же время непосредственно участие интервентов в боях против Красной армии было довольно ограниченным в масштабах этой войны. Помощь, которая оказывалась странами Антанты белому движению, была, конечно, далеко не бескорыстной. Союзники рассчитывали не только закрепить свое влияние в России, но и уже тогда хищнически вывозили из России сырье, продовольствие, все возможные ресурсы. Интересно, что первое коммерческое использование Северного морского пути состоялось в 1919 году и из Сибири вывозился в Европу хлеб. Первый такой опыт был. Бывала ли это помощь в борьбе с большевиками со стороны интервентов, союзников, как их называли, сами белые, действенной? Сами белые военачальники оценивали ее как, во-первых, недостаточную, так как поставки вооружений и боеприпасов было мало для того, чтобы вооружить те армии, которые создавались. Во-вторых, несвоевременными, ввиду того, что многие грузы прибыли тогда, когда вопрос, в общем-то, перелом в гражданской войне состоялся. И как некачественную, так как многое вооружение, многая техника, которая приходила, она была уже негодной к использованию, орудия были использованы с расстрелянным уже ресурсом выстрелов, танки проходили с неисправностями, самолеты были далеко не всегда способны летать и так далее. Разочарование в союзниках, которых считали должниками России за ее роль в Первой мировой войне, у белых росло, по сути, с каждым месяцем. Вместо ожидаемой бескорыстной помощи они встречали точный расчет со стороны союзников. Упоминавшийся сегодня уже Антон Иванович Деникин в письме британскому премьеру Лой Джорджу писал, «Вы относитесь с черством равнодушием ко всему, что лежит за пределами Британской империи. Ваша политика расчленения России проводится с жесткой последовательностью. В Закавказье ваши представители с необычайной откровенностью стараются рвать вековые связи и от области с Россией, давление на Армению, поощрение Грузии и Азербайджана, ясно враждебная нам политика в Батуме». Своеобразным символом отношения Антанты к белому движению, к его лидерам, стала выдача верховного правителя адмирала Курчика своим политическим противникам и его последующий расстрел уже большевиками в феврале 2020 года. Важной верхой в изучении как гражданской войны, так и интервенции, как ее составной части, станет выход 12-го тома, посвященного гражданской войне, тома истории России, который создается сейчас Институтом российской истории. Сегодня здесь находится ряд авторов этого тома, и ответственный редактор тома по гражданской войне Владислав Иванович Голдин. Уже в апреле нам предстоит провести презентацию многотомника. Том по гражданской войне находится в числе тех, которые в наибольшей степени готовности. И благодаря решению редколлегии, директора Института российской истории Александра Петрова, он выйдет в двух томах, в двух книгах, вернее, том. Очевидно, что сегодня изучение интервенции более чем актуально для нашего общества. Об этом сегодня уже многие говорили. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил о том, что события специальной военной операции носят в том числе и черты гражданской войны. Не меньшие аналогии с событиями вековой давности вызывают и действия западных стран в отношении России, о чем сегодня и говорилось, и я уверен, о чем будет говориться. Большое спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович, за выступление. Знаю, что вот эта тема, тема гражданской войны и иностранной интервенции, это основная для вас тема как профессионального историка, основная тема для научных исследований, и по вашему выступлению это чувствуется. Спасибо большое за выступление. Уважаемые коллеги, я, к сожалению, должен отбыть, поэтому передаю полномочия Константину Ильичу. Вас всех хотел бы поблагодарить за участие в нашем, по-моему, очень интересном и содержательном круглом стане. И пожелать вам успех. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, Владислав Иванович Голдин. Сергей Евгеньевич уже анонсировал ваше выступление. Профессор высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного Арктического Федерального Университета. Я писал в том числе и текст об интервенции в России. И давай, образно говоря, их целостную нато. И вот я хотел бы поделиться с вами некоторыми размышлениями об этой достаточно сложной теме, которая к тому же эволюционировала и качественно различалась во времени и пространстве гражданской войны по количеству и характеру действий участников, масштабам. В ней участвовали в разных форматах с различающимися и общими целями, интересами как военно-политические коалиции, так и отдельные государства. И вот парадокс изучения этой темы в нашей стране заключался в том, что в советское время именно с интервенцией связывались развязывания, ожесточенность и длительность российской гражданской войны. В постсоветский период, в условиях смены политической конъюнктуры и надежды, что Запад поможет России, о всем плохом, в том числе конфронтации этой интервенции, старались забыть. И тема эта ушла на периферии и общественного интереса, и исследовательской повестки. К тому же, историки во многом сосредоточились на поиске внутренних корней гражданской войны. А реалии современной конфронтации актуализировали тематику иностранных нашествий на нашу страну, опыта и уроков борьбы с ней. И вот представленный слайд демонстрировал потребность комплексного анализа международной интервенции, имея в виду все ее форматы и виды, о чем мы сегодня говорим как о гибридном явлении, а не только высшую и самую острую вооруженную насильственную форму противостояния. На следующем слайде указаны факторы, которые делали интервенцию в России фактически неизбежной. А на следующем слайде, я вот с некоторой паузой намерен, чтобы вы прочитали, указывается комплекс причин, целей и мотивов интервенции, переплетавшихся воедино. А вот последующие два слайда, пока вы это читаете, напоминают хронологию вехи интервенции Четверного Союза, Антанты и отдельных стран, когда ослабевшую в мировой войне и революционных потрясениях Россию внешние игроки делили на сферы влияния, поощряли сепаратистские тенденции, расколы, мятежи и насильственно вторгались, оккупируя российские территории. И вот я не могу говорить здесь обо всем, но я хотел бы здесь вот по этому слайду сослаться только на один эпизод, потому что есть многие, о которых забывают даже специалисты. Но вот в контексте современности. То, что российскому Брест-Литовскому миру предшествовал, например, сепаратный украинский, так сказать, Брестский мир, а 15 февраля член делегации от лица Центральной Рады Любинский подписал подготовленный генералом Гофманом обращении к германскому народу с просьбой оказать военную помощь, затем и последовала 18 числа массированная полумиллионная германская интервенция. А вот... Так... Давайте все-таки мы взяли... Так, это уже... Так, немножечко вернусь, да, аналогия Вихи. Да, а вот по этому слайду я хотел бы на пункт 11 обратить внимание. Это так называемый сценарий дружественной интервенции по приглашению, а троица упоминалась, которая в этом направлении работала, Локарс, Адоль и Робинс. И вот мурманский сценарий и, так сказать, начинающаяся интервенция на Мурмане в марте 1918 года, она, так сказать, шла с обещанием защитить от немцев белофинов, накормить и так далее. Обернулась разрыва Мурманского совета с Москвой 30 июня и последующей массированной интервенции в начале июля захватом Кольского полуострова. А находившийся в Мурманске главнокомандующий войсками Антанты в России, это подчеркивало статус Севера тогда, генерал Пуль, комментируя разрыв Мурманского совета с Москвой, писал, цитирую, что его депутаты надели веревку на шеи, если они будут колебаться, я заставлю их быть твердыми. В действии на Мурмане, а затем захваченном Архангельске привычными колониальными методами, Пуль, впрочем, не преуспел в обещанном Блицкриге в отношении Москвы, но, так сказать, его русский соратник, генерал Марушевский, достаточно откровенно писал о ситуации, что похарактеризовать сложившееся положение, проще всего называть его оккупацией, исходя из этого, все отношения с иностранцами делаются понятными и объяснимыми. А другой его архангельский коллега назвал ситуацию на Севере колониальным завоеванием. Наконец, особую роль в развязывании интервенции играли действия вооруженных и народных формирований, таких как Польский корпус, точнее корпуса даже, и Чехословацкий, не те же Чехословацкого корпуса. Следующий слайд демонстрирует масштабы интервенции, когда через Россию прошли около 2 миллионов солдат из более 20 стран, и на каждой из оккупированных территорий они стремились что-то урвать. Север с его безбрежными лесными ресурсами оказался гарантией возврата всех займов и долгов России и антибольшевистских правительств. Кавказ, нефть и марганец, Украина, уголь, металлы, продовольствие и так далее. Этот перечень грабительских устремлений реальный, можно продолжить. А на следующем слайде, учитывая, так сказать, актуальные современности, так сказать, польских интервенционистских угроз, содержится напоминание об антибиционистских амбициях той поры и мечте о Великой Польше от моря до моря за счет усеченной второсортной России. Сегодня вынашивается геополитическая мечта Польши в виде между море, напоминающей о то время. Гражданская война в России разжигалась и огромными поставками оружия, боеприпасов, амуниции противниками большевиков, без чего гражданская война, по оценке специалистов, закончилась бы в начале 1919 года. И современная ситуация на Украине, прекращение поставок, так сказать, тоже привело бы к прекращению этой войны. При этом использовался в ту пору привычный, как и сегодня, колониальный подход. Пусть уземцы, так смотрели на граждан России, воюют друг с другом, а мы будем пожинать плоды. В цитате генерала Блиса запечатлен циничный американский прагматизм, характерный для современной американской политики, а в не менее циничной и откровенной цитате Черчилля предназначение белогвардейцев. Эту британскую стратегию, тактику ярко раскрыл тот же генерал Марушевский, близко знакомый с ней. Он писал, все эти сибирские, новороссийские, архангельские, ревельские шашки нужны были им в борьбе с большевиками. Когда эти шашки проявляли самостоятельность, они становились, если не опасными, то, по крайней мере, стеснительными для британской политики. Их просто сбрасывали с доски. Чайковский, побывав, так сказать, четыре месяца на севере, в том числе после переворота на Соловках, поспешил покинуть север. Деникин, лишенный доверия англичан и французов, тоже отбыл в эмиграцию. Но упомянутый Колчак просто был сдан полицентру для того, чтобы интервенты могли покинуть восставшую Сибирь. На следующем слайде вы видите ущерб и потери России и ее населения от интервенций. В заключении хотелось бы сказать, что исторические уроки борьбы с интервентами многообразны. Это прежде всего то, что внутри политической борьбе не следует прибегать к услугам и помощи иностранцев, других стран, которые вмешивают, всегда в первую очередь будут стремиться реализовать собственные интересы. Во-вторых, это потребность консолидации государства, общества, граждан в борьбе с внешними угрозами, вызовами и готовности их отражать. В-третьих, это потребность деморализовать внешнего врага, необходимость воздействовать на зарубежное общественное мнение, искать союзников за рубежом, как было в ту пору с движением руки прочь от России. Наконец, это потребность полноценно раскрывать тему истории интервенций и других подобных нашествий, школьных, вузовских учебников, когда речь идет о гражданской войне и, разумеется, новых исследований в органичном единстве. Гражданская война и иностранная интервенция. И, наконец, последнее. Это формирование и сохранение корректной исторической памяти о тех событиях, в том числе, используя исторические памятники, мемориалы. Вот уже упомянутый, так сказать, Мудюшский мемориал, который был в свое время частью всесоюзного маршрута, так сказать, он находится в стадии восстановления. Создан у нас новый Юрьевский мемориал, вот там, где были остановлены интервенты по железной дороге в 150 километрах. Ну и, разумеется, многочисленные памятники жертвам интервенции. Ну и, разумеется, все это должно сохраняться в должном состоянии. Спасибо. Большое спасибо, Владислав Иванович, за содержательное выступление. Но вы вначале, видимо, оговорились немножко, вы имели в виду, наверное, конкурс фонда истории отечества, и то, в котором вы подвели только что. Я говорю, вы сказали, вы сказали, конкурс РИО, а РИО это общественная организация, которая конкурсов не проводит. Я, прежде чем передать слово следующему выступающему, хотел бы попросить, уважаемые коллеги, придерживаться тех договоренностей, которых достигли заблаговременно, по регламенту, и укладываться максимум в пять минут. Пожалуйста, Андрей Юрьевич Павлов, профессор кафедры теории истории международных отношений, факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета. Да, спасибо большое. Большое спасибо за приглашение на такой представительный форум. Я, прежде всего, как историк, занимался французским подходом к интервенции и французской политикой в отношении России, вот перед которыми мы рассматриваем, поэтому хотел бы поделиться именно этим аспектом, может быть, несколько частным, однако, на мой взгляд, Франция сыграла, конечно, огромную роль и в решении, и в осуществлении интервенции. И первое, что я бы хотел сказать, это вот Александр Галанович упомянул растерянность и метание западных стран после Октябрьской революции в России. действительно это очень хорошо заметно, если рассматривать политику Франции, документы, которые сохранились в архивах. Непонятно, что происходит, непонятно, что будет происходить и непонятно, что в этих условиях делать. Вот, пожалуй, первая реакция, которая очень хорошо видна даже по тому совещанию, происходившему в декабре 20... 23 декабря 17-го года, где было подписано знаменитое вот это вот соглашение. Тогда Климансов заявил, что то, что произошло в России, это единственное, чего мы не предусмотрели. Вот. Следующий момент, который тоже очень хорошо виден, это то, что вот интервенция прошла два этапа. Первый этап до окончания Первой мировой войны и следом второй, да. И надо, мне кажется, тоже помнить, что вот на первом этом этапе все практически было причинено главной задаче, которая состояла в том, чтобы победить в войне. Отнюдь не все еще было решено, даже в начале 18-го года казалось, что ситуация для Антанты только ухудшается. И поэтому французы готовы были поддерживать любые силы в России, которые могли оказывать хоть какое-либо сопротивление центральным державам Австро-Энгелия, Германии и Турции. И именно об этом они договаривались 23-го декабря 17-го года с англичанами в Париже. И уже только после окончания войны главной целью интервенции стало свержение большевистского правительства, которое поначалу рассматривалось даже весной 18-го года как возможный тактический временный союзник, но с лета считалось, что большевики это те же немцы и поэтому значит они враги. Ну и еще одно, что меня поразило, когда я изучал документы французского МИДа, например, это огромное количество обращений самых разных политических деятелей российских и группировок с призывом как можно быстрее начать интервенцию, осуществлять интервенцию и так далее. Маленький пример бывший военный атташе российский в Париже известный граф Игнатьев представил свой проект интервенции с подробностями где и сколько высаживаются, куда двигаются и так далее. Например, у него был не один такой. Вот этот аспект, мне кажется, очень важен, важно его изучить. Почему вдруг так надеялись на союзников и почему призвали эту интервенцию, для этого много может объяснить, почему впоследствии постигло такое разочарование наших. В чем они ошибались, в чем те люди стешили себя иллюзиями. вот пожалуй все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Александрович Петрович. Спасибо, коллеги. Я бы хотел несколько слов сказать на тему, связанную с историей гражданской войны и напомнить, что мы не так давно отмечали столетие окончания гражданской войны. В этой связи были проведены множество конференций и собственно последняя была осенью 22-го года в Владивостоке и она как раз тематически была связана с последним этапом интервенции и с окончанием гражданской войны. И я думаю, что изучение гражданской войны в контексте Российской революции, опять-таки столетий, которые мы не так давно встречали, оно, конечно, очевидно показало, что, во-первых, гражданская война это часть общей Великой Российской революции. Во-вторых, что, конечно же, основная доля вины за развязывание этой войны, она лежит и не только на большевиках, но и на наших иностранных союзниках, которые помогали другой стороне. И в-третьих, что фактор интервенции, конечно же, усугубила остроту и глубину противостояния в самой стране, в нашей стране, в России. И в этом смысле абсолютно верен подход, что это было фактически вмешательство в наше внутреннее противоборство, которое вмешательство лишь принесло новые жертвы и затянуло, так сказать, исход гражданской войны. И если реагировать на замечание Руслану Григорьевича о том, что до сих пор нет обобщающей истории жертвы войны, то перефразируя слова известного политического деятельства, хочется сказать, есть такая книга. Правда, ее еще никто не читал, поскольку она находится в издательстве «Наука», кроме авторов и редакторов, и полностью готова к изданию, и мы рассчитываем, что в этом году в двух книгах этот том с объемом Луис Аглановича сколько у вас? По-моему, каждый том по 60 тысяч конец на кухне. Ну, каждый том по 60 с лишним листов, каждая книга. Это будет довольно объемное и объемное издание, в котором принимали участие опять-таки десятки авторов со всей 39 авторов, то бишь практически актив нашего научного сообщества. Я надеюсь, что у нас будет возможность в этом году провести презентацию этой книги, и мы тогда еще к этой теме гражданской войны обязательно вернемся. Что касается два слова о наших союзниках тогдашних и противниках, то мне кажется, что здесь важен такой аспект, что наши британские и французские партнеры они эту германскую угрозу подавали в скрытом контексте. Вот вот что я имею ввиду. В свое время мне пришлось познакомиться, удалось познакомиться, скажем так, с донесениями графа Мирбаха, германского посла, за апрель, май, июнь 2018 года в МИД Германии. И из этих донесений было совершенно очевидно, что у Германии очень большие экспансионистские платы. Мирбах договорился купить сеть российских банков, купить ведущие железные дороги, и у прежних владельцев, то бишь акционеров, и договориться об этом с большевиками, о передаче этих активов Германии. И вот этот фактор, и британцы о нем знали, именно этот фактор их крайне беспокоил, и активности Локарта и Робинса, они на значительной мере были связаны именно с этой германской опасностью. Они боялись опоздать к дележу российского пирога. И этим, мне кажется, во многом спровоцирована и сама интервенция, и выбор партнеров этой интервенции помощи белых, от которых они, конечно же, рассчитывали получить режим наибольшего благоприятствия после победы. И последнее о Бюкене, два слова, в свое время мне тоже как-то получилось работать с его личным фондом Джорджем Бюкене, который хранится в отделе рукописи университета Нотингем. И я заметил, что там довольно много документов, которые не использованы в его мемуарах «Моя миссия в России». И эти документы, они довольно откровенно раскрывают позицию Англии, которая еще в канун февральской революции уже в веке проводила определенные активности, направленные на консолидацию позиций и, в общем-то, на то, чтобы противостоять официальной власти. После февраля эта линия тоже была продолжена и опять-таки она определялась вот этими достаточно корыстными и, я бы сказал, шкурными интересами, которые Британия имела на основании рассчитывать получить в России. Одним словом, интервенция и потому, мне кажется, замалчивается в западной стереографии, что, на самом деле, там знают, что ее исходные импульсы были отнюдь не такие джентльменские, отнюдь неблагородные, это была отнюдь не помощь против варваров-большевиков, это был свой, сугубо холодный, практически, расчет грабежа России. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Александрович, за ваши оценки, за ваши наблюдения, и вы поделились неизвестными ранее подробностями вашей работы за рубежом, тоже, кажется, очень важно. Это было давно. Мне кажется, тем лучше мы сейчас можем осознать важность этой работы. Вы сказали о том, что пока никто по гражданской войне двух книг не прочитал. Мне кажется, это полбеды, что пока никто не прочитал. Беда будет, если никто не прочитает после того, как он выйдет. Риски такие есть. Поэтому, мне кажется, мы с вами очень правильный путь выбрали. параллельно с работой над таким академическим изданием, работать над таким его популярным художественным сопровождением. Об этом, собственно, и президент нам говорил на встрече, откликаясь на ваше выступление. Это тоже важнейшее, на самом деле, направление работы. Важно, чтобы эта художественная часть была основана на академических выводах, оценках и спасибо большое. Пожалуйста, Александр Сергеевич Пученков, профессор кафедры новейшей истории, Института истории Санкт-Петербургского университета. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Я постараюсь положиться в регионный регламент. Подчеркиваю, что постараюсь. Ну, безусловно, что, когда мы говорим о гражданской войне как таковой, то я бы хотел подчеркнуть ее моральную составляющую, я бы сказал, поговорить об этических представлениях лидеров белого движения. Когда все начиналось в ноябре семнадцатого года в Новочеркасске, на Дону, то с самого начала основоположник белого движения генерал Алексеев и его соратники исходили из вообще моральной невозможности приступать к делу борьбы с большевизмом, который уже затеял сепаратные переговоры с державами Четверного Союза, без ориентации на Антанту как таковой. То есть об этом писали все участники белого движения, об этом писал Деникин, об этом писал Милюков, иными словами, вот такая рыцарская верность Антанте, она воспринималась как тот фактор, который с одной стороны позволит получить широкомасштабную военную помощь, с другой стороны позволит легитимизировать вообще сам характер антибольшевистского движения, ну и третье, самое главное, что воспринималось едва ли не в качестве важнейшего, это позволит смыть позор предательства России и объявить о том, что там, на окраинах России, есть та самая национальная сила, которая осталась верна Антанте в рамках продолжающейся Первой мировой войны. И, конечно же, когда мы говорим о центральной фигуре белого движения, о генерале Деникине, то мы должны помнить то, что, во-первых, его известный тезис о том, что за помощь не пяде русской земли, ну и второе, конечно, Деникин исходил из того и вел все переговоры с державными Антантами, опираясь на тот тезис, что помощь белому движению, она лежит в рамках государственных интересов стран Антанты, исходя из всемирной опасности большевизма. Вот это то, о чем говорил Деникин. Если мы будем говорить вообще об антибольшевистском лагере как таковом, то опять-таки тут, я бы сказал, можно заявлять о каком-то возвышенном представлении о Бонтанте, как, вот я не знаю, стихи Блока о прекрасной даме. То есть, с одной стороны, союзнички, можно вспомнить Белую гвардию Булгакова, а с другой стороны, буквально захлестывающая эйфория после того, как союзная эскадра высадилась в Одессе. Наконец-то наши заключения закончились. То, как прежде, вот подобно чеховским сестрам, только наоборот, бежали из Москвы в Киев под защиту германских штыков, потом, после падения режима Скоропадского, бежали в Одессу, и вот, наконец-то, явились они, те самые избавители. И об этом, об эйфории, которая захлестнула буквально, назовем так, буржуазных обывателей, не говоря уже о военных кругах, после того, как пришли в Одессу французы, можно прочитать огромное количество воспоминаний. И действительность оказалась совершенно иной. Белые столкнулись с тем, что Деникин определил красивым русским словом своекорыстие. Вот это своекорыстие, конечно, оно буквально шокировало белое движение. То есть, с одной стороны, как может быть так, что нас, тех самых белых, которые остались верны Антанте, воспринимают, как таких же проигравших, как и та Россия, которая подписала позорный для ее национального достоинства Брестский договор. Мы-то иные, мы опирались на совершенно иные принципы, мы остались верны Антанте. И то, о чем говорилось в самом начале нашего сегодняшнего круглого стола, о том, что белые столкнулись с оккупацией, а не помощью, с разграблением, с циничным разграблением национальных богатств России, конечно, это приводило их в повестнее шоковое состояние. Тот же самый Деникин с этим, ну, просто никак не мог справиться, с чувством возмущения. И, конечно же, восприятие, то, что те же самые победители, французы и англичане, они воспринимали, и мне самому доводилось видеть эти определения, все русское население как туземное, но это выглядело просто шокирующим. Мы-то себя таковыми не считали. Безусловно, когда мы говорим об этом характере всех отношений, связанных с интервенцией, несмотря на разочарование, несмотря на множество бед, которые были связаны с белым движением, с их помощью Антанте, конечно, Деникин подчеркивал, что без масштабной помощи Антанте, белого движения на том же самом юге, никогда бы не удалось перейти в ширкомасштабное наступление 1919 года. Безусловно, Деникин понимал, то, что белое движение, оно оказалось кровно повязано с интервенцией. То есть, интервенция и белое движение оказались взаимозависимы. Вернее, масштаб белого движения оказался связан с характером интервенции. И я бы сказал еще то, что момент, который казался совершенно шокирующим для тех же самых белых. Это то, что белые, то, что интервенты, можно взять ту же самую Одессу, воспринимали все без исключения политические силы России. Петлю, петлюровцы, большевики, белогвардейцы, различные политические круги связаны с белым движением, как одинаково деструктивные силы, на которые нельзя рассчитывать в рамках опоры при проведении союзной политики на том же самом юге России. Если же говорить о том, во имя чего все это было, я бы сказал то, что, конечно же, с моей точки зрения, ключевым в глазах союзников была идея обеспечения экономических интересов победивших союзных держав. На фоне той финансовой катастрофы, которая в их глазах была связана с приходом, с самим фактом прихода к власти большевиков, защита экономических интересов союзников в погибших с их точки зрения как ключевой политический игрок России, это, конечно же, было самым важным во имя чего все это делалось. Еще момент, на который я хочу обратить внимание, момент, с моей точки зрения, парадоксальный. Конечно, он заключается в том, что в глазах тех же самых союзных держав, но, в общем-то, с моей точки зрения, и об этом пишут современные историки, союзные державы не стремились, и я готов отстаивать этот тезис, к решительной победе белого движения в гражданской войне, потому что не могли представить последствия этого. Последствия зримые, которые им казались совершенно очевидным, оно заключалось в том, что белое движение, победив в гражданской войне, и обретя соответствующий политический ресурс, неминуемо в силу самой, что ли, естественной природы России обречено на то, чтобы стремиться к восстановлению ее естественных исторических границ. То есть, к демонтажу того, что Денькин называл государственными новообразованиями, то есть, новые государства, возникшие на развалинах бывшей империи, или же, ну, просто новые государства за Кавказией и так далее. То есть, это, конечно же, союзникам было вовсе не нужно. Ну, и, безусловно, кому на фоне сладкого дележа европейского пирога по итогам Первой мировой войны нужна была сильная Россия, которая по определению попыталась бы со временем, вновь став единой, превратиться в ключевого и первостепенного европейского игрока, мудрого и справедливого арбитра мировой политики. Спасибо. Спасибо большое, Александр Сергеевич. У вас почти получилось. Ну, две минутки не сложилось, но уж виноват. Спасибо вам большое за то, что вы действительно очень емко и интересно выступали. Алексей Владимирович Дементьев, директор музея заповедника Сталинградской битвы, но, Сергей Евгеньевич, ваш проект, наш с вами проект анонсировал уже. Скажите о нем несколько слов, пожалуйста. Спасибо. Поставить максимально кратко о проделанной работе, ну и, собственно говоря, причем здесь музей-заповедник Сталинградская битва. Немногим известно о том, что помимо основной темы изучения музея у нас есть и вторая, не менее значимая исторически, это тема истории гражданской войны, событий Красного Царицына начала прошлого века, собственно говоря, с нее и они стали отправной точкой для создания музея в 1937 году и этот материал, который был накоплен, был реализован в экспозиции музея истории Красного Царицына имени товарища Сталина в 1937 году. Она была открыта, как я сказал. Ну вот, спасибо еще раз за поддержку российскому историческому обществу, за совместно проведенную с нами здесь работу по реэкспозиции. Место размещения музея также было выбрано не случайно. это царицынский особняк Курцов-Репников который находится в самом центре Волгограда в разное время в этом здании размещался и штаб обороны Царицына, размещалась военная комендатура военкомат посещали это здание известные политические и военные деятели такие как Сталин, Ворошилов, Деникин, Врангель. Понимая всю сложность работы по подготовке экспозиции и самой темы с самого начала музей привлек ведущих экспертов историков в теме гражданской войны они сегодня за этим столом также присутствуют подготовлены были рецензии на экспозицию также сотрудниками музея политической истории России центрального музея современной истории на сегодняшний день уже готова полностью и концепция реэкспозиции и дизайн проект реэкспозиции подготовлена вся техническая документация для проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ по зданию то есть весь этот подготовительный этап сегодня уже выполнен и мы надеемся что в ближайшее время при поддержке Министерства культуры Российской Федерации мы приступим к воплощению уже замыслов в жизни но от себя хотелось бы добавить еще дополнительно что конечно же такие музеи и постоянно действующие экспозиции должны открыться не только в Волгограде потому что тема гражданской войны и угрозы которые она несет являются наверное главными для суверенитета и целостности страны поэтому конечно же надеемся что на этом работа не закончится наш второй этап пройдет уже в ближайшие два года успешно закончится и мы встретимся все в Волгограде на открытии этого музея спасибо спасибо большое Алексей Владимирович что вы говорите не только Волгоград наверное вы правы но почему мне кажется особенно важно сделать это в Волгограде потому что Царицын стал одной из таких точек гражданского противостояния ярких точек во время гражданской войны а всего через 20 небольших лет уже в Сталинграде наш народ объединенный продемонстрировал может быть высшую степень народного единства в противостоянии немецко-фашистским захватчикам и вот это мне кажется очень символично и вот эта вот эта особенность этого места ее правильно подчеркивать показывать действительно совсем немного времени прошло что-то меньше чем поколение я хотел бы передать слово Юлию Михайловне Галкиной которая представляет у нас Уральский федеральный университет имени Ельцина ИСТФАК Уральский федеральный университет это самый большой университет в России по количеству набранных на бюджетное обучение людей в этом году Уральский университет занял первое место тем более мы рады вас Юлию Михайловне Пожалуйста Спасибо большое Здравствуйте уважаемые коллеги мне хотелось бы выступить в первую очередь по французскому направлению и говоря о французском факторе я бы стремилась предварить вопрос об интервенции теми предпосылками которые сделали интервенцию такой масштабной поскольку важно оценить не только конкретные действия французов в рамках подготовки вооруженного вмешательства но и те ресурсы которыми Франция располагала на территории России к октябрю 1917 года не вдаваясь подробно в детали военного присутствия третьей республики в годы первой мировой войны упомянули тот факт что к началу революционного процесса Франция располагала многочисленным персоналом на территории России из числа военных сотрудников французской полиции гражданских лиц которые готовы были сотрудничать активно со своими патриотами и лиц в том числе аффилированными СМИТ представители научных центров Франции по факту изменения политической обстановки в России упомянутый ресурс в конце 1917 в 1918 годах был приведен французами в действие с одной стороны против немцев с другой стороны против большевиков которые не без участия французской разведки превратились в общественном мнении немецких агентов формы задействования французского персонала на территории России при этом были довольно широкими это проведение диверсионных операций разведывательная деятельность работа с агентами влияния вывоз и скупка по нерыночным ценам различных природных богатств и в том числе вербовка национальных контингентов таким образом французская разведка имела весьма прочные позиции в России уже с середины 1917 года необходимость реанимировать восточный фронт располагала их к вмешательству во внутренние дела страны при этом данный вектор французской активности он реализовывался при участии капитана второго бюро генерального штаба франции резидента французской разведки в России Пьера Лорана и его заместителя инспектора полиции контрразведчика Шарля Адольфа Фопа Беде и в том числе представителей военно-морской разведки в 1918 году французы обладали агентурой в аппарате Григория Евсеевича Зиновьева среди служащих советских учреждений планировали диверсии на объектах промышленности и в том числе деятельность по отравлению скота почв продуктов питания уничтожения продовольствия и в том числе обеспечивали инфраструктуру вывоза природных богатств и хотелось бы подчеркнуть еще и тот факт что отсутствие успехов в политических центрах России Москве и Петрограде привело представителей Третьей Республики к убеждению в том что более перспективным направлением будет откалывание национальных окраин и юга России так руководитель французской миссии пропаганды Франсуа де Шеви в конце 1918 года отмечал в своем донесении в МИД о невозможности эффективного действия в столичных центрах и что Франция должна наращивать свое присутствие в городах где еще может повлиять на обстановку в свою пользу такими центрами французами мыслились Тифлис Харьков Киев и Одесса именно на территории юга России за Кавказ в том числе Франция в 1919 году начала разворачивать активную деятельность в то же время ведение политической разведки например на территории Украины началось еще летом 1917 года когда представитель французского МИД аффилированный с спецслужбами Жан-Пересье приехал на территорию Украины будучи в том числе яростным сторонником идеи независимости Украины и стран Балтии и подводя уже итог своему выступлению я бы хотела обратить внимание на то что для более углубленного изучения процессов интервенции необходимо обратить внимание и на иностранное присутствие в России в том числе в 1917 и 1918 годах для того чтобы оценить его масштабы значения и в том числе возможности влияния на внутреннюю обстановку в России спасибо за внимание спасибо большое Юра Михайловна и за ваше выступление очень интересное за то что вы занимаетесь этой очень важной темой мне кажется Макрону было бы полезно только Чабарьяну но и вас подслушать я просил бы несколько слов сказать Сергея Евгеньевича Рыбакова генерального директора музея политической истории России сам все спасибо большое Александр Ильич уважаемые коллеги Сергей Венч и присутствующие здесь коллеги уже хорошо сказали про злободневность и про те непосредственные связи между историей военной интервенции сегодняшним днем хотелось бы просто еще раз подчеркнуть что это связи многогранные потому что помимо собственно поведения интервентов и здесь мы можем вспомнить о позиции самой например Украины потому что нет смысла долго пересказывать про эту интереснейшую историю Брестского мира когда вдруг позиция Советской Республики стала из очень сильной внезапно очень слабой когда там предательски появилась украинская делегация своими предложениями и в результате состоялась немецкая оккупация Украины и хотел бы еще сказать наверное одну важную вещь касающаяся приоритета на мой взгляд абсолютно истинной приоритета национальных интересов любыми классовыми и прочими групповыми потому что на мой взгляд как раз история гражданской войны это ярко демонстрирует ибо независимо от симпатий чьих-то к белым и красным и вообще к целям этих движений мы отлично понимаем почему проиграло белое движение и почему главная причина проигрыша белого движения по сути для народа для России большевики выступили тем той властью которая опиралась исключительно на страну на национальный интерес и защищала страну в том числе от иностранных интервентов а соответственно белое движение выступило в глазах народа в том числе тем движением которое было связано с интервентами причем я бы не стал здесь все-таки идеализировать отношения белого движения с Антантой все мы прекрасно знаем ситуацию например на Украине когда в общем-то белые совсем не брезговали контактировать и взаимодействовать тесно с украинскими националистами ну и преснопамятный Краснов который вообще вступил в открытый союз с немцами а никак не с Антантой и активно продвигал эту тему поэтому это вот те исторические уроки которые и сегодня вновь звучат с новой силой я бы хотел подчеркнуть что музей который я представляю Санкт-Петербургский государственный музей политической истории это бывший музей Октябрьской революции он достаточно известен в нашей стране он обладает огромным собранием документов источников уникальных предметов по истории нашей страны по политической истории более 500 тысяч предметов значительная часть из них еще недостаточно изучена и не введена в научный оборот находится он в историческом известном всем особняке Кшесинской где находился в общем-то штаб большевиков в 17-м году ну и много-много всего можно рассказывать об этом музее который сегодня переживает я бы сказал такое освоение нового направления своей работы потому что мы действительно понимаем что вот этот приоритет национальных интересов вот должен быть во главе угла мы действительно должны раскрыть политическую историю нашей страны смену всех этих политических систем политические события какую-то роль различных политических деятелей ни на минуту не забывают что все это единая непрерывная история российского государства начиная там с древних времен до наших дней хотя конечно наша коллекция в основном усредоточена на 19, 20, 21 веке кроме того мне хотелось бы сказать еще такой тезис о том что наблюдая за развитием музейного дела вот сегодня в эти дни где-то становится все более и более понятно что может быть это можно назвать так что размывается грань между различными культурными учреждениями или наоборот расширяются функции музеев но это достаточно очевидно что музей сегодня это не только хранилище древних предметов и это не только научный центр по их изучению это также очень активный культурный центр это может быть в какой-то степени смешение функций культурного центра библиотеки научного центра я бы сказал центра информации и популяризации этой научной информации для населения и это объективный процесс и в общем-то те музеи которые не видят этого не отстают на мой взгляд от общего тренда сегодняшнего мы активно пытаемся сейчас наладить работу в этом направлении это не только реэкспозиция которая у нас сейчас намечается и мы собственно будем активно заниматься этим вопросом кроме того проведения различных выставок мероприятий публичных лекториях научных конференций и многих других мероприятий и в этой нашей работе мы очень надеемся на помощь дружественным российско-историческим обществом и фонда истории отечества собственно в чем я еще раз и выражаю свою благодарность за ту помощь которая уже происходит спасибо большое спасибо большое Сергей Евгеньевич но я попрошу завершить нашу дискуссию Андрея Владиславовича Ганина ведущего научного сотрудника Института Своеноведения Российской Академии Наук пожалуйста спасибо большое уважаемые коллеги я думаю все согласны с мыслью о том что иностранное военное вмешательство значительно усугубило гражданскую войну в России но мне кажется сегодня не прозвучала такая мысль о том что в условиях раскола общества в условиях вот такой внутренней конфронтации внешние силы служили союзниками буквально всех сторон гражданской войны не только белых но и красных нельзя забывать что более 250 тысяч иностранных граждан были в рядах Красной Армии в качестве интернационалистов это тоже очень интересная тема сложная которую необходимо изучать ну и вот здесь так сказать поддержу Руслана Григорьевича Григорьевича о том что действительно иностранная интервенция находится все-таки на периферии скорее исследовательской оптики сейчас в России и важно понять почему это происходит здесь несколько проблем на мой взгляд о которых имеет смысл сказать прежде всего это языковый барьер потому что конечно интервенция это не только англичане и французы это еще целый ряд стран и необходимо знать множество языков этих стран это и итальянский сербский румынский польский греческий японский китайский и так далее и конечно сложно одному специалисту вместить в себе вот такие знания поэтому такая проблема существует даже есть большая проблема с использованием англоязычных источников потому что очень много в том числе книг опубликованных в свое время воспоминаний участников событий участников интервенции остаются невостребованными нашими специалистами они во многом неизвестны не переведены и не используются это конечно тоже такая отдельная тема которую необходимо развивать переводить и работать в этом направлении на мой взгляд я не говорю даже о французской интервенции и других направлениях интервенции которые вообще очень слабо у нас разработаны вот Руслан Гогович скромно умолчал о том что под его редакцией подготовлено академическое издание воспоминаний генерала Мариса Жанена которое конечно я с большим интересом буду изучать и использовать в работе потому что все-таки действительно тема французской интервенции она такая слабо разработанная у нас и много вопросов вот здесь уважаемый Юлия Михайловна Галкина как один из ведущих специалистов по этой теме мы с ней постоянно консультируемся по поводу присутствия французов на юге России по поводу работы французской военной разведки и очень много вопросов которые остаются без ответа в сотрудничестве с музеем заповедника страныградской битвы подготовили два тома посвященных белому агенту в Красной армии генералу Носовичу один том это его воспоминания другой том это монографические исследования и там очень много моментов связанных именно с французским участием и тоже масса вопросов остается неразработанных ну какой мне видится путь преодоления вот этих проблем наверное формирование каких-то совместных рабочих групп историков-русистов со специалистами страноведами чтобы можно было как-то взаимодействовать и вот значит осваивать это информационное поле ну вторая проблема которая тоже особенно остро сейчас это трудность доступа к иностранным архивам для российских ученых ну пути преодоления тут тоже какие могут быть наверное более активная разработка отечественных архивов потому что есть масса материалов посвященных так или иначе интервенции у нас которые не опубликованы не введены научный оборот это не только свидетельство со стороны белых это в испартах огромное количество воспоминаний с красной стороны тоже масса интересных данных может быть подчеркнута из них ну и конечно третий момент это то что у нас не переведены многие важные исследования и источники по теме интервенции скажем да замечательно что вышли воспоминания Жанена но есть множество других работ такого же скажем уровня которые не доступны не переведены например генерал Гайна можно спорить интервент он или не интервент чешский офицер который в общем-то стал командующим одной из белых армий но у него интереснейшие воспоминания на чешском языке которые для тех кто не владеет чешским языком соответственно недоступны они безусловно важны для понимания истории гражданской войны или вот скажем сейчас я веду работу по подготовке к изданию воспоминания генерала Щепихина начальника штаба восточного фронта белых там масса сюжетов связанных с японской интервенцией и тоже при комментировании очень острая проблема возникает с идентификацией персоналей с идентификацией проверяем каких-то реалий по структуре вот этих воинских формирований японцев и так далее конечно вот такая проблема существует необходимо все-таки в этом направлении как-то активнее наверное работать спасибо за внимание спасибо большое Андрей Иславович но вы очень много таких интересных направлений обозначили и будущие работы в том числе я думаю неправильно было бы перекладывать ее все на Руслана Григорьевича потому что он действительно человек скромный работящий но у нас на него большие большие планы много много делает на тех постах на которые сейчас его поставила Родина поэтому Арсан Григорьевич уже она мы сделали и зато вам огромное спасибо я думаю что еще один момент вы затронули кажется тоже важно его осмыслить действительно не только на той стороне но и на стороне красных были иностранцы да такие воины интернационалисты начала 20 века но очень важно что это были люди которые по идейным соображениям или там по каким-то другим но по личным соображениям отправились воевать за красных а интервенты это государственной политики государственных решений между прочим вот эти идеи которые лежали в основе молодого советского государства они же очень многих привлекли тогда к нам не только в прямую но и собственно когда 100 лет назад разведка формировалась тоже в основе этих 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 действий лежали ну такие достаточно массовые симпатии к идеям социального справедливости социального равенства которые были реализованы в Советской России но завершая наш круглый стол что мне кажется надо бы отметить что так или иначе звучало в разных выступлениях конечно наши соотечественники которые делали этот выбор принимали решение сотрудничать с интервентами сотрудничать с Западом руководствовались разными соображениями у всех они были свои кто-то пытался на иностранных штыках прийти к власти кто-то цеплялся за старый мир и думал что помогут его сохранить кто-то стабильности может искал кто-то пытался в мутной воде половить рыбку преследовал исключительно личный интерес но так или иначе они все поверили Западу а Западу верить нельзя и все оказались обманутыми так или иначе кажется очень важный разговор спасибо большое всем уважаемые коллеги за участие коллеги уважаемые простите что я спросила слово оно никак не относится к тому что вы говорили но оно относится вообще преподавание истории коллеги вот вы много говорим сейчас как сделать так чтобы наши дети любили вы знали историю я посидела послушала понятно что кое-что я знаю кое-что я услышала большое спасибо много для себя но вы понимаете как сложно учителю в 9-10 классе тему гражданской войны интервенции на которую дается мизерное количество часов что-либо объяснить мы понимаем что сейчас нет возможности писать учебники потому что есть четкий совершенно план на то видение по истории культурного стандарта по стандартам которые мы представляем себе по одному учебнику я сторонник я много раз говорила канонических учебников гуманитарной социальной интернет-сфере именно для школ канонических учебников очень хороший пример был в Голландии в свое время но об этом чуть позже так вот какое у меня предложение Много учения не попросят никогда а вот коллеги академические ученые кое к себя я уже не отношу к сожалению а вот попросить это очень сложный труд нет ничего более тяжелого чем писать книги и учебники пособия для детей написать пособия для учителя вот гражданская война интервенция взять те самые сложные блоки для учителя Юрий Петрович вот Юрий Александрович делали вот по историю культурного стандарта методички сделать книгу может быть там я не знаю в любом издательстве который возьмется за это пособие методически что называется поможем потому что учителю за то короткое количество времени которое он стоит перед ними объяснить сказать ему самому нужно наполниться понимаете вот с ними сейчас что вот мы с вами как бы все понимаем что происходит вокруг и то может быть не до конца они не понимают что происходит вокруг а если бы они знали эту историю когда вы открываете современный учебник по истории гражданской войны хочется удавить спросить самый русский фронт пошел туда фронт пошел туда этот начало там конец здесь битва такая битва сякая но я не говорю потому что там личности нет просто нет времени но самому учителю вот сейчас опереться потому что Юрий Александрович дорогой конечно замечательную нашу историю отечества будут читать в основном специалисты те кто историю любит а вот пособие сделать я вот призываю всех сидящих здесь потому что есть темы которые требуются вот как раз интервенция гражданская война и революция вообще вот начало 20 века для российского учителя я сама была учительом школьном в том числе в советский период чем отличались советские учебники если мы забудем всю идеологию вот я сейчас слушаю вас мы все пережили ну вот молодые историки может быть они меньше степи мы с вами пережили тот самый так сказать воздух свободы 86-85 который назывался перестройка да и замечательный журнал коротич огонек который нам с вами опрокидывал белые пятна и по средам я была аспиранткой тогда нас тут истории СССР мы стояли за этим самым коротичем кстати у меня есть все до одного журнала очень жду аспиранта который историю по этим журналам напишет так вот того самого периода оказалось что у нас белые такие белые сяки красные такие красные сяки потом у нас началось период когда мы должны были искать консенсус просить за моё слово единение и прощение потом выясняется что как правило Александр Ильич у каждой из политических и не политических сторон экономических был свой конкретный интерес вот в то время как я очень согласно отечество государство строительство государство народ это вещи которые надо четко понимать и учителю в том числе поэтому предложение какое может быть действительно сделать так чтобы начать писать добротное понятным языком контрольное слово понятное учителю по-своему по тем основным моментам вот начало 20 века это мрак я вам честно могу сказать это полный мрак для учительства это просто Юрий Садович на самом деле даже не представляется какое-то подспорье потому что учитель должен вот как ему это все он должен сам напитаться и за 4 часа рассказать то еще рассказать практически невозможно Олег Григорьевн давайте это сделаем я даже знаю как дадим рекомендацию соответствующую попросим если надо поможем Александр Ильич Чучу Барьяну который возглавляет ассоциацию учителей истории общества знаний и вот по линии ассоциации учителя они же раньше делали вот эти пособия нет-нет-нет это другая на другой жанре пособия нет-нет-нет не пособия а вот эти коротенькие материалы по трудным вопросам российской истории в помощи учителя но это не важно как как попросим так и сделают это это приглашаются как вот я это вижу простите я скажу сейчас Карамулу я вижу это несколько иначе понимается вот есть совсем иначе я это вижу есть специалисты есть школы да по каждым блокам по каждому периоду пишутся тексты да обрабатываются они дальше методистами причем тексты которые должны иметь литературный язык в том числе для учителей методически этот урок потом разбивается но пишут не ассоциации учителей историков это не про это а пишутся те самые историки а вот методически методически академия образования может это дело все помочь но я все-таки против того чтобы я за то чтобы писали научный центр и давали материалы вот допустим как я это вижу извините вот под эгидой допустим не ссориться с Александром Владимировичем никоим образом под эгидой фонда да вот есть задачи допустим по 20 веку пособия учителя как у нас это было по каждому классу всегда да вот темы они написаны есть ответственный редактор Александр Александрович нас слышит есть ответственный редактор может быть Александр Александрович есть методисты это пособие которое не в помощь учителю а которое является каноническим пособием вот на этот период нашей с вами исторической жизни и я могу точно знать что все факты которые мне предложили мои коллеги они выверены взвешены и я могу их дальше артикулировать уже непосредственно на уроке это другая история давайте попросим давайте Александром Владимирович он слышит нас он слышит вас Александр Александрович по гражданской войне по интервенции попросим да Руслан Григорьевич эту работу организовать и в контакте с Александром Владимировичем конечно найти решение да мне просто нужно уже уезжать да совсем давайте спасибо большое Ольга Юрьевна обязательно продумаем. Спасибо.